Говорю, Олеся, а еще рефлэн существует? О чувствах твоих? Я решила для себя в начале конкурса, что я пойду до конца. Ты открыла для себя что-то новое в рефлэн? Да. Ты вообще знала, что там есть? Нет. Когда рядом много людей, когда ты им полезна, это вообще просто супер. Если я хочу сделать неожиданный сюрприз, например, Наталье, как считаешь, мужчина, который сделает такой подарок, удивит свою любимую? Обязательно, конечно. Дойдете вы до финала, не дойдете вы до финала, вы получите колоссальный опыт. И я прям очень рада. И я когда услышала это, начало мне, ребят, счастье было, да, примерно так. Галина, здравствуй. Мы с тобой познакомились, по-моему, в прошлом году, да? Да, в прошлом году на конкурсе. Это где было? В Турции. В Турции, отлично. По-моему, в первый раз мы там и познакомились. Да, 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 мы очень болели. А, еще бы мне красивые цветы подарили, я помню, с победой поздравили. Галина, скажи, пожалуйста, что за это был конкурс и как ты попала на этот конкурс? Попала я как? Это было в прошлом году, 6 февраля. Я встретилась с девушкой, я ее знала заочно, это Олеся Плешкова. Она мне рассказала про конкурсы, сказала, Галь, не хочешь поучаствовать? Я так подумала, я говорю, Олеся, а еще рефлэм существует? Она говорит, ты что, давай я тебе поподробнее расскажу об этом. Она мне рассказала, и я так загорелась. Я говорю, конечно, давай попробуем. Мы проводили в своем городе, получается, в городе Чебоксары, мастер-классы, обучение. Все это отправляли в Москву, в компанию, чтобы проверили, посмотрели. Это конкурс визажистов? Это конкурс визажистов, да. Скажи, а какая разница визажист и косметолог? Косметолог, он все-таки, наверное, следит за состоянием кожи. А визажист это больше оболочка, ну, внешний вид. Вот, и получается, мы, да, вот это был отборочный тур в Чебоксарах, потом нас выбрали, мы поехали в Казань. Поехали в Казань, тоже интересная ситуация была там. Получается, у нас было три девушки, которые прошли в этом отборочном этапе. И мы едем, они, получается, были с Казани, две девочки, а я была с Чебоксар. И тогда бросали жетончики, то есть голосование было по жетончикам, да, то есть это не жюри выбирало, а именно зрители. И понятное дело, что в основном были гости из Казани, да, а у нас так принято, что голосуют чаще всего за своих. Да, и мы едем, и мне друг говорит, ну, ты, говорит, не рассчитывай на победу. Ты же, говорит, понимаешь, что Казань, как бы все свои. И мы тогда, получается, приехали, я расслабилась, как-то делала свою работу. Подходили девушки сзади и говорили, ну, вот ей все-таки повезло, у нее красивая модель. В общем, было такое, что кто-то был против, кто-то был за, и все-таки мы набрали большее количество жетончиков. Даже несмотря на то, что гости были из Казани, вот, я там победила. Потом мы поехали... А, нет, мы снимали видеоролик для Москвы. Еще после этого. Да, то есть было много этапов. Ролик был для Москвы, что-то типа обучающего видео. И уже тогда нас выбрали пять человек, и пять человек мы отправились в Турцию на финал. Так. Скажи, вот у меня сейчас вопросы такие, знаешь, больше будет, наверное, о чувствах твоих. Скажи, пожалуйста, были ли моменты, когда хотелось, может быть, бросить, да, вот это участие? Я так понимаю, там же много видео писать надо. Очень много. А еще мне это так непривычно было все равно, когда ты не имеешь дела с камерами, с микрофоном. Тяжело рассказывать, что-то показывать, делать это одновременно, поэтому было сложно на самом деле. Но со временем ко всему этому привыкаешь, и как-то у тебя опыт нарабатывается. Бросить? Нет, не было такого. Я целеустремленный человек, и у меня была прям мечта выиграть этот конкурс. Я решила для себя в начале конкурса, что я пойду до конца. Так, я все-таки, мне интересно, то есть не было ни каких-то спадов настроения, то есть ты всегда была такая вот улыбающаяся во время всего этапа, или были все-таки моменты? Были, когда нужно было вот видеосъемки какие-то. Вот тогда, да, было тяжело из-за того, что было много дублей, много времени на это уходило, все равно эмоциональность падала, ну и усталость все равно тоже сказывалась. А так, если были какие-то мероприятия, даже вот отборочный тур в Казани, я как-то заряжаюсь, наверное, от людей, когда рядом много людей, когда ты им полезна, это вообще просто супер. Так, хорошо. Смотри, я вот себе зафиксировал тут один такой вопрос. Как ты считаешь, что привело именно тебя к победе? Именно меня к победе, я думаю, мои способности, мои умения. Ну, я могу, знаешь, противоречить тебе даже. Ты хочешь сказать, что у тех не было способностей? Это, наверное, все в целом смотрелось. Ну, как бы умение говорить на камеру, умение говорить с клиентами, со зрителями, способности, опять же, вот по макияжу, внешний вид, конечно же, это тоже обязательно, чтобы, когда ты работаешь перед зрителями, им важно, чтобы перед ними была красивая картинка. Это в любом случае так, ты должна быть ухоженная, ты должна быть хорошо одетая, с красивой кожей, макияжем, это все очень важно. То есть смотрели, я думаю, на вот прям полную картинку оценивали. В целом. Да, в целом. Но в первую очередь, в любом случае, это знание в макияже, в уходе за собой, и вот именно умение, как делать макияж. Вопрос, а ты отправляла видео, да, я так понимаю, своих работ вначале? Мы отправляли фотографии. Фотографии. Да, мы, получается, проводили мастер-классы, все это фотографировали, девушку до, девушку после, и отправляли это все, да, на оценку. С первого дубля все получилось? Макияж сделать или все-таки там начинала, что-то не нравилось, стирала? Нет, у меня никогда такого нет, нет. Даже при работе с клиентами у меня никогда такого нет, и тьфу-тьфу-тьфу, как бы говорится, не было недовольных клиентов. Вот многие говорят, там, кому-то не нравится, они стирают, заново делают. Никогда такого не было. Все были довольны, да. Бывало такое, что там пару штрихов добавить или убрать что-то, но прям полностью смывать никогда. Отлично. Хорошо, услышал. А где учат этому, или ты сама учат? Изначально я вообще закончила художественную школу. Училась я там, бросала, училась, бросала, училась. У меня получилось в целом, наверное, лет 8-10, что ли, я провела в художественной школе. Получила в итоге диплом. И потом, лет, наверное, в 16-17, меня вот как-то потянуло. Ну, я быстро-быстро повзрослела. Меня тянуло вот на косметику, на каблуки, все это девчачье. И интересно мне стало. Я брала мамину косметику, красила там подружек. И всем нравилось. Все говорили, Галя, у тебя, ну, как бы способности, давай попробуй. И лет 18 я уже загорелась этим. Я думаю, что как бы особо умений для этого... Нужна практика большая, вот, долгая практика. Поэтому все сразу у тебя никогда не получится, ни в каком деле. И постепенно-постепенно я сначала приглашала моделей домой. То есть дома красила, фотографировала. Естественно, сейчас большое дело делать в социальной сети. Выставляла это все там в Инстаграм, ВКонтакт. И постепенно набирала клиентуру. Ко мне приходили сначала чисто символически, там, за косметику. Там рублей 300 я брала, помню, да. И потом уже я сняла помещение, сделала свою студию. И вот сейчас работаю там с клиентами. Хорошо, вопрос. Ну, вот я услышал, да, фразу, когда тебе предложили участвовать в конкурсе. Ты говорила, Арифлэм еще есть? А сейчас ты работаешь с палитрой декоративки Арифлэм. Да, да. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновило? Что ты увидела вообще? Ты открыла для себя что-то новое в Арифлэм? Да. Ты вообще знала, что там есть? Нет, я помню, раньше я была маленькая, ходили там по домам, по квартирам, каталоги приносили. Вот это я очень хорошо запомнила. А сейчас такое пропало, и поэтому у меня как бы, я думала, что Арифлэм, ну все, пропал. Поэтому для меня было огромное удивление, когда я узнала. Когда я вообще попала в Турцию и увидела столько народа, у меня был шок, а у меня еще приехали родители меня поддержать. И они сказали, да, мы, конечно, ну удивились очень о ней. Там было около трех тысяч участников международной конференции, представляете? Да. Вообще, как бы я удивилась качеством продукции. То есть качество на самом деле очень высокое, все держится, все очень стойкое, кожу не портит. У меня кожа чувствительная. В первую очередь, конечно, я все проверяю на себя, то есть пользуюсь сама этой косметикой. У меня нет никаких высыпаний, то есть кожа хорошо переносит эту косметику, держится на ней. Палитра большая, то есть тени, там от самых светлых до самых темных, и яркие, и более нюдовые такие естественные оттенки. Тональные крема тоже разных видов, и под сухую, и под жирную кожу, и какой хочешь финиш получишь от них. Ну, то есть продукция действительно достойная. И что самое главное, мне очень нравится, что стоимость у них невысокая. То есть по качеству, качество высокое, а стоимость, ну, как бы вполне доступная для всех. У меня неожиданный вопрос у тебя появился. Вот смотри, я вот еще понял, я никогда Наталье, например, своей не дарил что-то из декоративки. Ну, туалетные воды, да, то есть что-то можно подарить, то есть крема можно подарить. Если я хочу сделать неожиданный сюрприз, например, Наталье, или кто-то из мужчин захочет. Вот что ты вот универсально порекомендуешь купить в Арифлейм и подарить своей любимой. И тебе зачтется прям. Ну, смотрите, сейчас скоро 8 марта, у нас Международный женский день. В четвертом каталоге у нас выходят новинки. Это тональные крема The One Thing. Это просто суперсредство, мне уже удалось ими попробовать. Они подстраиваются под текстуру нашей кожи. То есть, если до этого были тональные крема, которые нужно подбирать именно под текстуру кожи, кожа бывает сухая, жирная, комбинированная, то именно этот тональный крем, он подстраивается. Он подойдет любой коже, подстраивается под оттенок кожи. То есть, если ты к лету немного подзагорела, то есть он у тебя приобретет твой оттенок кожи. Вот. Я бы очень советовала этот тональный крем. А, конечно же, нашу супер тушь, это The One Tremendous, которая с большой щеточкой, много щетинок. Она суперски просто вытягивает, делает большой объем ресницам. И я думаю, что блеск для губ в любом случае должен быть в косметичке любой девушки. А как его цвет подобрать или без цвета? Цвет можно, если у вас девушка, жена загорелая, да, то есть у нее такой золотоватый оттенок кожи, то лучше, конечно, брать персиковые оттенки. А если девушка с холодным потоном кожи, бледная, ну, так я скажу, то больше розоватый цвет. Вот. Круто. Мне кажется, это будет вообще офигенный, неожиданный, да, подарок? Конечно, конечно. А самое главное, нужный и полезный. Это средства, которыми пользуется любая девушка. Как считаешь, мужчина, который сделает такой подарок, удивит свою любимую? Обязательно, конечно. Конечно, я думаю, любая девушка порадуется этому подарку. Так что, ребят, мужчины, можно подарок такой сделать не только на 8 марта, да? Конечно, в любой день девушек надо радовать всегда. Отлично, хорошо, договорились. Галина, скажи, пожалуйста, я понял про продукцию, там много классного, интересного. Ты сделала много полезного, открытия для тебя были. Скажи, а вот что еще тебе нравится в Reflame? Почему Reflame? Когда я первый раз познакомилась с людьми, которые состоят в Reflame, это было в Турции, как раз-таки было много народу, мне понравилось, что все подходили, желали победы, улыбались, были такие доброжелательные, добрые, веселые. И мне вот это очень нравится, то есть люди к тебе полностью открыты. И они реально открыты, они не строят из себя что-то, они не улыбаются тебе в лицо, а за спиной что-то говорят. То есть они действительно как бы довольны вообще полностью атмосферой и довольны всем вокруг. Вот это мне очень понравилось, действительно. И мне кажется, я сейчас тоже такая стала, я, конечно, была, но сейчас улыбка у меня никогда не сходит с лица. Ну, это круто на самом деле, когда ты всем доволен в своей жизни, когда ты занимаешься любимым делом еще. Вот это, наверное, ключевое, да? Да, действительно. Здесь люди, которые занимаются любимым делом. Хорошо, Галин, скажи, вот сейчас стартовал уже конкурс, новый конкурс. Какие пожелания ты дашь тем людям, которые включились в этот конкурс? Твои не просто там, да, давай-давай, а вот, может, какие-то рекомендации? Не бояться. В любом случае это, конечно, очень важно, не бояться, не сомневаться в себе. Мне очень понравилось, что все конкурсанты, даже вот на финале, мы очень дружно проводили время. То есть у нас не было никогда соперничества, мы никогда не соперничали. Хвозди, стекла? Нет, никогда. Мы вот познакомились в аэропорту, мы приехали в отель, мы ходили вместе завтракать, ужинать, обедать, везде вместе, поддерживали друг друга. Вот это мне очень понравилось. То есть в любом случае дойдете вы до финала, не дойдете вы до финала, вы получите колоссальный опыт. Это в любом случае вы научитесь общаться с людьми, вы научитесь держаться на камеру, вы познакомитесь с продукцией, если вы еще не знакомы. И я уверена, что каждый найдет для себя что-то полезное в этом конкурсе. А услышала, увидела я призы, которые будут для победителя. Это миллион рублей контракт и обучение в Стокгольме. Офигеть. Это очень круто, мы тоже обязательно там будем, поэтому... Ты будешь тоже там. Да, мы будем тоже на обучении с Аленой Терещенко, вот. И я прям очень рада, я когда услышала это, на своем небе отчасти было, да, примерно так. Так, хорошо. Хорошо. Друзья, смотрите, под этим видео будет как раз ссылочка на инстаграм Галины. Подписывайтесь, можете там задавать вопросы. И давайте сделаем вот еще что. Вопросы, которые у вас есть для Галины, вы пишите здесь в комментарии, и мы выберем наиболее интересное из них. И, может быть, за самое интересное подарим какой-нибудь подарок. Да, я могу подарить онлайн-курс. Если же вы живете в своем, в моем городе, в городе Чебоксары, то я проведу курс офлайн, то есть наедине, а если живете в другом городе, то онлайн-курс. Супер. В общем, пишите в комментариях свои вопросы. Галина выберет наиболее интересный, и приз, я считаю, офигеть. Супер. Спасибо, Галина, спасибо. Спасибо, Галина.